Это одно из самых охраняемых коммерческих зданий на земле. Здесь на минус втором этаже лежат бриллианты на несколько сотен миллионов долларов. Представьте, что вы собираетесь их похитить. Вас ждет 60 камер по периметру здания, за которыми круглосуточно следит полиция. Въезд на территорию, заблокированный охраной. Внутри здания служба безопасности и, конечно, камеры. Вход в хранилище с бриллиантами преграждает дверь толщиной 30 сантиметров. Внутри хранилища изощренная система сигнализации. Датчик света, датчик движения, датчик вибрации, тепловой датчик. И даже если вы прошли все и добрались до бриллиантов, это только начало. Теперь, не оставив улик, вам нужно незаметно покинуть здание, город и страну. Но это же невозможно даже теоретически. Вот только 18 лет назад 50-летний итальянец сообщниками сделал это. Он совершил то, что впоследствии многие журналисты назовут ограблением века. Он похитил бриллианты на сумму более 100 миллионов долларов, используя швабру, кусок пенопласта и лак для волос. В этом видео я расскажу о деталях и загадках самой крупной кражи бриллиантов в истории. Каким образом злоумышленникам удалось ограбить одно из самых неуязвимых хранилищ мира, на одной из самых охраняемых улиц, в одном из самых безопасных городов планеты. Кто были эти люди и что с ними случилось после? Это было Эффектно. Я не про заставку, а про детали ограбления. Ограбление, произошедшего почти 20 лет назад, но и по сей день вопросов и загадок в этом преступлении не меньше, чем ответов. Одно известно точно, ребята похитили больше бриллиантов, чем кто-либо в истории. Даже если бы сюжет фильма «Одиннадцать друзей Ушина» произошел в реальной жизни, это было бы не так круто, как история этого ограбления, и мы разберем его в мельчайших деталях. Итак, действие происходит в небольшом бельгийском городе Антверпен. 17 февраля 2003 года, понедельник, на часах 7.30 утра. Детектив Патрик Пейс собирается на работу. В этот момент он получает звонок из местного отделения полиции. Инспектор сообщает, что в Антверпенском центре бриллиантов произошла кража. Детектив Пейс с напарником оказываются рядом со зданием через полчаса. Даже не входя внутрь, они понимают, произошло нечто страшное. Обычно в это время дня здесь пусто, но сейчас на улице рядом со зданием собралось очень много людей. Толпа взволнована, многие плачут, кто-то в истерике. Детектив с напарником входят внутрь. В этот момент в охранной фирме, которая удаленно следит за системами безопасности в хранилище, раздается звонок. Диспетчер поднимает трубку. Его спрашивают, не срабатывали ли датчики безопасности в хранилище Антверпенского центра бриллиантов. Диспетчер отвечает, что по его данным все в порядке. Системы безопасности не были нарушены, и прямо сейчас вход в хранилище надежно защищен. Звонящий в охранную фирму детектив Патрик Пейс. И в тот самый момент, когда диспетчер сообщает ему, что все под контролем, детектив стоит посреди разграбленного хранилища, по полу которого разбросаны бриллианты и золотые слитки. Тщательно исследовав хранилище, детективы понимают, что имеют дело с самым крупным ограблением бриллиантов в истории. Украдены ценности на сумму более 100 миллионов долларов. Похитителям удалось невозможное. Место, где хранились бриллианты, считалось неприступным. Чтобы понимать весь масштаб произошедшего, давайте отмотаем историю немного назад. Нет, это слишком. Чуть-чуть обратно. Стоп, в самый раз. 16 век, Антверпен. Именно здесь торговцы бриллиантами начали полировать и обрабатывать алмазы. Изначально алмазы, добываемые в природе, выглядят не слишком привлекательно. Мастера из Антверпена 500 лет назад начали обрабатывать камни с помощью специальных инструментов алмазной крошки и оливкового масла, превращая их в ограненные бриллианты. Такими мы их знаем сегодня. Симметричными, блестящими и гладкими. С тех пор не Нью-Йорк, Лондон или Дубай, а именно Антверпен является бриллиантовой столицей мира. Через этот небольшой бельгийский город проходит 80% всех необработанных алмазов. Занятие драгоценными камнями там – это абсолютно обычное дело. Все равно, что заниматься нефтью, живя в Сургуте или делать масло в Володе. В Антверпене в 90-х годах даже появился первый в мире отряд полиции, который расследовал преступления, связанные только с драгоценными камнями – так называемый бриллиантовый отряд. В основном детективы занимались обычной контрабандой. Например, большим событием была поимка контрабандиста по кличке Мистер 3000 Каратов. Его задержали, когда он перевозил алмаз в 3000 каратов у себя в попе. Если вы не очень просвещены в ювелирном деле, то сильно удивитесь, узнав, что 3000 каратов весят больше половины килограмма, и это примерно размер мяча для тенниса. Большого тенниса. Но вернемся в Антверпен. По сути, вся движуха, связанная с камнями, сосредоточена в так называемом бриллиантовом квартале. Это три маленькие улицы, занятые унылыми офисными зданиями. Здесь занимается только тем, что продают, покупают и обрабатывают бриллианты. По улицам ежедневно снуют торговцы драгоценными камнями со всего мира. Индусы, евреи, китайцы, выходцы из Африки. У многих из них в руках чемоданчики, внутри которых бриллианты на десятки и сотни тысяч долларов. Никому и в голову не приходило взять один из этих чемоданчиков и броситься бежать. Это просто бесполезно. Меры безопасности в бриллиантовом квартале беспрецедентны. Такими они были и в начале 2000-х. Въезд на территорию района был ограничен. Там стояли пункты охраны, которые пропускали только немногочисленные проверенные машины. В остальном все ходили пешком. На трех маленьких улочках расположены 60 камер, за которыми следили полицейские. Если человек заходил на территорию квартала, каждое его движение было зафиксировано на видео. В рабочее время район патрулировали полицейские в форме. Именно в таком месте стоял Антверпинский центр бриллиантов. Каждый, кто входил в здание, сканировал свой бейдж и проверялся охраной. То есть незаметно попасть внутрь невозможно. В здании, само собой, полно камер слежения. Хранилище – главное достоинство центра бриллиантов. Два этажа вниз под землю. Огромная железная дверь толщиной 30 сантиметров и весом 3 тонны преграждала путь в небольшую квадратную комнату. В комнате находилась пара сотен индивидуальных ячеек, в которых арендаторы здания хранили свои ценности на сотни миллионов долларов. Попасть в эту комнату ты мог, только если у тебя была ячейка. Дверь в хранилище открывалась охранниками в два этапа. Четырехзначный код и физический ключ, доступ к которому был только у охраны. Внутри самого хранилища не было камер видеонаблюдения. Чтобы сохранить приватность клиентов, однако было предостаточно других средств защиты. Детектор движения и тепловой детектор сканировали пространство и воспринимали малейшие изменения температуры в хранилище. Проще говоря, никто не мог находиться там незамеченным. Также был сейсмический детектор, который в первую очередь улавливал вибрации дрели, если кто-то попытается взломать хранилище или какой-то из сейфов таким образом. На потолке был световой детектор, который улавливал любой источник света в ночное время, когда в здании никого не было. Помимо этого, рядом с дверью были специальные магниты, которые соединялись только когда дверь была закрыта. Контакт между ними контролировался удаленно охранной компанией. Если бы в нерабочие часы контакт между магнитами нарушался, то компания тут же получала бы сигнал, оповещала об этом полицию, и в течение нескольких минут хранилище было бы заполнено полицейскими. Одним словом, ограбить это место было невозможно. Однако 17 февраля 2003 года все меняется. Ошарашенные детективы стоят посреди пустого хранилища. После тщательного изучения места преступления у полиции ни одной зацепки. Никто не знает, как воры проникли внутрь, никто не знает, как они покинули здание. Это было идеальное преступление, совершенное криминальным гением. История ограбления века начинается за несколько лет до этого. 2000 год. В Антверпен приезжает Леонардо Натарбартало. Ему 50 с небольшим. Он отлично выглядит, приятный, общительный, слегка полноватый итальянец. Он снимает небольшую квартиру в центре Антверпена. Очень демократичную, с маленькой кроватью и крошечной кухней. Леонардо из итальянского Турино. Там он занимается ювелирным делом. Антверпен – идеальный город для того, чтобы находить ресурсы для его бизнеса. Наш герой арендует офис в Антверпенском центре бриллиантов. Так он получает возможность подробно документировать все миры безопасности в здании. Также он внимательно изучает людей, ответственных за охрану. Короткие разговоры, обмен любезностями – все это для того, чтобы узнать как можно больше деталей. Но главный бонус, который получает Леонардо Натарбартола как ориентатор – это доступ на минус второй этаж. Одна из ячеек, находящихся в хранилище, принадлежит именно ему. В течение двух лет он живет между Бельгией и родной Италией, где находится его семья. На тот момент у него уже есть внуки. Возвращаясь в Италию, Леонардо Натарбартола внимательно анализирует информацию вместе с сообщниками. Каждый член его команды – суперпрофессионал в своем деле. Один специалист по взлому замков, другой виртуозно подделывает ключи, третий выводит из строя сигнализацию и так далее. Судя по всему, сообщники не просто прорабатывали план ограбления на бумаге. Они построили настоящую копию хранилища бриллиантов. Там они оттачивали каждый этап прохождения операции. И хотя полицейским никогда не удалось найти это место, они уверены в его существовании. Просто потому что иначе провернуть всю операцию быстро и без ошибок было бы невозможно. На подготовку у сообщников ушло более двух лет. Операцию назначили в ночь с субботы на воскресенье 15 февраля 2003 года. В это время в Антверпене проходит большой международный теннисный турнир. Главный приз в нем – статуэтка в виде ракетки с мечом, выполненная из бриллиантов и драгоценных металлов. Также это уикенд сразу после Дня Святого Валентина. Одним словом, в хранилище должно быть много бриллиантов. Итак, ночь ограбления. На часах немного заполночь. Сообщники на машине подъезжают к бриллиантовому кварталу. Они останавливаются на соседней улице, недалеко от поста полиции, который блокирует въезд на территорию района. Так как эта улица не относится к бриллиантовому кварталу, ее не контролируют камеры. Несколько человек с сумками проходят мимо отдела полиции, стоящего рядом, и следуют к гаражу Антверпенского центра бриллиантов. Из отделения полиции в этот момент никто не выходит. В отличие от главного входа, через гараж можно было попасть в здание, минуя этап заграждений, для которых требовался персональный пропуск арендатора здания. Злоумышленники вскрывают замок и входят внутрь. Вместо того, чтобы пользоваться лифтом, воры спускаются по лестнице на минус второй этаж. Входят в фойе. Теперь перед ними дверь весом 3 тонны. Она преграждает вход в хранилище. Преступникам нужно взломать дверь в полной темноте, так как детектор света находится на потолке внутри хранилища. Для этого и нужна была точная копия помещения. В подобных условиях у команды нет права на ошибку. На двери замок с кодом. Он состоит из четырех цифр. Один из сообщников набирает верную комбинацию. Детективы до сих пор точно не знают, каким образом Натарбартола и команде удалось узнать код. Скорее всего, за несколько дней до ограбления, при очередном посещении хранилища, у Леонардо была с собой скрытая камера, на которую он записал действия охранника. Теперь еще один замок, который открывается физическим ключом. Во время многочисленных посещений хранилища, Леонардо Натарбартола отметил, что перед тем, как открыть дверь, охранник всегда заходил в подсобное помещение рядом с хранилищем. Именно там воры обнаруживают необходимый ключ и разблокируют дверь. Конечно, это была удача, но на случай отсутствия ключа в команде был человек, который виртуозно вскрывал замки. Последний этап защиты – два магнита. При открытии двери они разъединяются и срабатывает тревога. Поэтому сообщники просто откручивают оба магнита вместе, не нарушая магнитное поле между ними. Воры отодвигают магниты в сторону, открывают дверь и заходят в хранилище. В этот момент они слышат самый приятный звук в мире – тишину. Ни один из датчиков сигнализации не срабатывает. Первым делом самый высокий член команды заклеивает изолентой датчик света на потолке. Только сейчас сообщники могут включить фонари. До этого абсолютно все происходило в кромешной тьме. Стоп, а что с остальными датчиками? Почему они не сработали? Именно такой вопрос возник у самых внимательных из вас. И тут сработал принцип «все гениальное просто». За пару дней это ограбление Леонардо Натарбартелло во время одного из визитов в хранилище принес с собой лак для волос. Когда он остался там один, то покрыл датчик тепла и движения лаком. Это должно было блокировать их работу на какое-то время. Идея сработала. Загвоздка была в том, что сообщники не знали, насколько долго будет действовать лак для волос. Датчики могут заработать в любую секунду. Поэтому воры достают заранее приготовленную швабру, на нее крепят кусок пенопласта и устанавливают конструкцию напротив датчиков тепла и движения. Теперь они точно не сработают. Остальное дело техники. Воры взламывают сейфы, достают содержимое и складывают в сумки. Через несколько часов, опустошив больше половины сейфов, а не заканчивают операцию. Почему воры ограничились только половиной? Да просто больше не влезло. Не забывайте, что они пришли сюда пешком и таким же образом должны уйти. Воры даже оставили на месте преступления часть своих инструментов. Когда у вас есть выбор, забрать с собой лишний кусок золота или взять лом, камон, никто не выберет лом. Собрав сумки, сообщники готовы уходить. Но перед этим нужно решить еще одну проблему. Вы же помните о круглосуточно работавших камерах видеонаблюдения внутри Центра Бриллиантов. В ходе подготовки Натарбартал выяснил, что никто не следит за ними онлайн 24 часа в сутки. В выходные камеры просто записывали изображения, а записи охранники отсматривали в понедельник. Все, что нужно сделать сообщникам, забрать записи. Сделав это, воры покидают здание тем же способом, что и пришли. В этот момент группа разделяется. Часть из них садится в машину, остальные расходятся. Они договариваются встретиться в Италии уже через несколько дней. 17 февраля 2003 года, спустя чуть более суток после ограбления, детективы понимают, что зашли в тупик. Никаких зацепок, следов или свидетелей. Очевидно было одно – такую операцию могли провернуть только криминальные гении. Люди, ограбившие центр бриллиантов в Антверпене, были членами так называемой Туринской школы. Организации, куда входили очень опытные воры. В основном они специализировались на краже драгоценностей. Эта организация была примерно как бойцовский клуб. Главным правилом Туринской школы было никому не рассказывать о Туринской школе. Воры из этой организации использовали крайне изысканные способы кражи. Применяя знания инженерии, физики и других наук, они тщательно просчитывали и продумывали все свои операции. В тот самый момент, когда детективы понимают, что раскрыть преступление будет практически невозможно, они получают неожиданный звонок из отделения полиции в маленьком населенном пункте в 50 километрах от Антверпена. Этот звонок изменил все. Пенсионер Август Ван Кемпф жил недалеко от Антверпена. Он владел небольшим участком леса, который находился рядом с оживленной трассой. Он прогуливался там каждый день. Местная полиция часто получала от мистера Ван Кемпфа звонки с жалобами на мусор, который, по-видимому, выбрасывали из машин, проезжавших по трассе. В этот день, 17 февраля, мистер Ван Кемпф также обнаруживает в лесу чей-то мусор. Он незамедлительно звонит в полицию. Привыкшие к таким звонкам полицейские снисходительно выслушивают старика. Однако в тот момент, когда он упоминает, что среди мусора есть деньги и драгоценные камни, полицейские выезжают на место. Воры предполагали, что место, куда они выкинули мусор, абсолютно безопасно. Глухой лес недалеко от трассы. Кто здесь найдет? Но именно этот маленький кусочек леса, единственный на многие километры в одну и в другую сторону, был в частном владении и принадлежал тому самому мистеру Ван Кемпфу. Несмотря на всю подробную проработку операций и детальный подход, которыми славилась Туринская школа, вместо того, чтобы уничтожить мусор, они просто его выкинули. Полицейские проводят следующие несколько дней, изучая этот мусор. Помимо документов из Антверпенского центра бриллиантов и валюты разных стран, они находят маленькие зеленые камни и остатки еды со следами ДНК неустановленных лиц. Также среди мусора был интересный документ. На нем были реквизиты одной из компаний, арендовавших офис в центре бриллиантов. Главой этой компании был Леонардо Натарбартола. Полицейские обнаруживают, что ячейка из хранилища, принадлежавшая Леонардо Натарбартола, не была взломана при ограблении. Также документ его компании мог оказаться в мусоре похитителей. Среди выброшенных вещей полицейские также находят боксы от кассет, в которых, предположительно, могли быть записи с камер видеонаблюдения. Но сами коробки оказались пусты. Детективы резонно предположили, что записи могут быть выкинуты где-то рядом. Прочесав почти 30 километров леса, полицейские находят несколько кассет. В комнате собираются больше десятка детективов. Они вставляют кассету в плеер и с нетерпением смотрят на экран. Сейчас они должны увидеть лица похитителей. Через несколько мгновений на экране начинается порно. Оказалось, что кассеты, найденные в другом месте в лесу, не были пропавшими записями из коробок. Это было обычное порно, выкинутое другими людьми. Тем не менее, зацепка с документами на имя Леонардо Натарбартола дала свои результаты. Полицейские обыскивают его пустой офис и затем приходят в квартиру. Там, среди прочего, они находят на ковре маленькие зеленые камни. В итоге, благодаря уликам, найденным в мусоре, полиции удается задержать четырех человек, причастных к преступлению. В том числе, самого Леонардо Натарбартола. На допросах ни один из задержанных не проронил ни слова. По решению суда, Леонардо Натарбартола был приговорен к десяти годам в тюрьме. Его соучастники получили меньше. Леонардо вышел на свободу досрочно, в 2009-м, через шесть лет после ограбления. Тогда же он дал единственное интервью, в котором рассказал немного о своей биографии. Первую кражу Леонардо Натарбартола совершил еще в шестилетнем возрасте. Мама дала ему денег и отправила за молоком. В итоге, маленький Леонардо принес не только молоко, но и еще больше денег. Оказалось, в момент его визита молочник уснул, и мальчик, воспользовавшись ситуацией, обокрал его. Несмотря на наказание от родителей, Леонардо продолжил криминальную карьеру. В младшей школе он крал деньги из сумок учителей. В подростковом возрасте перешел на угон автомобилей. К 30 годам Леонардо Натарбартола начал собирать команду уникальных профессионалов, каждый из которых в совершенстве владел отдельными навыками – от вскрытия замков до взлома сигнализации. Ограбление Центра Бриллиантов в Антверпене стало их произведением искусства. Детектив Патрик Пейс до сих пор спрашивает себя, почему эти умные и талантливые люди посвятили всю свою жизнь ограблению. Ведь каждый из них мог сделать невероятно успешную карьеру, делая что-то классное для общества. И это далеко не единственный вопрос, который остается без ответа спустя почти 20 лет после ограбления. Неясно, кто был заказчиком и финансировал операцию. Пара лет подготовки, постройка копий хранилища, оплата работы сообщников – все это стоило больших денег. По неподтвержденной информации, брат Леонардо Натарбартола был важным членом сицилийской мафии. Именно он инициировал всю операцию, оплачивал расходы и в итоге получил большую часть прибыли. Хотя это всего лишь гипотеза. Также неясно, где остальные участники ограбления. На уликах было обнаружено ДНК других людей. Детективы считают, что в операции участвовало около 10 человек. Пойманы были только четверо. И главный вопрос, который мучает всех – где бабло? По примерным оценкам, воры унесли бриллиантов и других ценностей на сумму более 100 миллионов долларов. Точной суммы, кстати, не знает никто. Многие из тех, кто лишился своих бриллиантов, так никогда и не заявили в полицию. Дело в том, что большая часть сделок с драгоценными камнями по-прежнему происходит в тени. Так устроен мир бриллиантов. Отследить путь конкретных камней и идентифицировать их невозможно. Скорее всего, похищенные камни продали либо сами участники ограбления, либо его заказчики. По иронии, похищенные бриллианты могли снова вернуться в Антверпен и попасть на рынок. Так что, если у кого-то из вас есть бриллиантовые украшения, существует вероятность, что именно эти камни были похищены в Антверпене 15 февраля 2003 года. Спасибо, что смотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok